Утро чемпионов начинается в конюшне. Каждый спортсмен сам готовит свою лошадь к тренировке. Чистка – обязательная процедура перед седловкой. Щетки не только удаляют грязь, это массаж для лошади перед выездом. Для начала я его чищу разными щетками, потом протираю и в конце седлаю его. Краевые соревнования по конкуру завершились неделю назад. Спортсмены приступили к активным тренировкам, но уже с большим энтузиазмом. Завоеванные медали мотивируют работать еще лучше. На Кубке Законодательного собрания Краснодарского края, который в конце сентября разыграли в поселке Южный Денского района, сочинцы получили 11 медалей. Шесть из них в копилке 15-й спортшколы, пять золотых и одна бронза. Это краевые соревнования. Таких на юге России четыре соревнования в год, то есть они достаточно престижные для Южного федерального округа. Из девяти маршрутов выиграть пять, я думаю, это достаточно высокий результат. Краевой турнир по конкуру собрал 108 спортивных пар из восьми городов Кубани, а также Крыма, Ростовской области и Ставрополье. Юные спортсмены боролись за награды на маршруте с высотой препятствий 90 и 100 сантиметров. Всадники поопытнее от 110 до 140. Диана Дружинина на Кубке ЗСК со своим кавалером завоевали сразу два золота. Принимала участие в общем зачете с моей лошадью по кличке Кавалер и с высотой 100-110-115 сантиметров. И благодаря моему тренеру заняла два первых места. Кстати, сочинцы с турнира привезли не только медали. У нас кубок законодательного собрания, на приз законодательного собрания, который выиграла наша Жукова Анастасия. Бронзовая лошадь со всадником – это главный приз турнира. Кубок весом в 15 килограммов уже второй год подряд уезжает в 15-ю спортшколу. Мы с Декстером настроились и решили, что кубок ЗСК будет наш. Конечно же, я была счастлива. Это очень, я считаю, очень хороший результат для Декстера. Мы не часто выступаем по таким высотам. И в этом году это были первые старты, когда мы прыгали 130. Ближайший турнир у сочинских всадников уже в ноябре – это первенство спортшколы. Соревнования открытые, поэтому за звание лучших придется бороться со спортсменами со всего юга страны.